Карты. Вех. Они наполнены, сатанинским смыслом. Источник. Православный информационный портал, вера. Впервые, карты пришли в Европу, из восточных стран. Корейцы и китайцы использовали их, в 12-м столетии, в 6-м, 7-м веках, до появления бумажных колоб, в качестве карт, использовали кусочки бамбука или ракушки, на которых, были нарисованы сцены быта. Карты, придумали в качестве, предметов гадания. В средние времена, гадальные карты, стали олицетворять, с человеческими чувствами. Под червями, подразумевалась любовь. Трефы, познания. Губны, олицетворяли деньги. Опики, смерть. В 13-м, 14-м веках, на, картонных листах, появились, человеческие, изображения, в качестве подарка, Карлу, 4-му, художникам-грагонерам. Для изображения царей, были взяты, известные исторические персоны. Королем Пики, стал, царь Давид. Около него, нарисована, арфа. Его дамой, изображена, Афина, покровительница, мудрости. Трефа, великий Александр, македонский. Рядом, появилась, аргина, королева. Во главе губны, символа богатства, стал, знаменитый, цезарь. С дамой, героиней, из Библии. Прекрасный, Рахиль. Карл Великий. Елена, Троянская. Возглавили, Чеирви. Прототипами валетов, как, нижних, чинов. На протяжении, времени, рисовались, разные, персоны. Герои, воин. И, любимца, публики. Среди, валетов, встречаются, картинки, с, изображением, Робина, Гуда. Ланселота. Короля, Артура. И, многих, других. Важно, держа в руках, фамильные портреты, манипулируя имя, игрок погружается в азарт и страсть, что, никак, нельзя назвать, христианскими ценностями. Карточные, символы, используются, при шифровании, всех, игр, для, компьютеров. Возможно, поэтому, возникает, компьютерная, зависимость. Рожденная, той, же, страстью, и, азартом. История, повторяется на, более, интеллектуальном, уровне. Рождая, новые, зависимости. Рождая, уводящие, христиан, от поклонения, Господу. Карты. Хула. На Христа. Православные теологи, провели ряд исследований. И, нашли совпадения. Каждой. Масти. С образом Спасителя. Крести. Отождествляются с орудием убийства и пыток. Это крест. Которому пригвоздили Иисуса. На еврейском языке, Трефа. Животное. Растерзанное почти до смерти. Не имеющее шансов выжить. Бубны. Своим видом напоминают четырехгранные шляпки кольев, которые были вбиты в святое тело Спасителя. Сына, Божьего. Пики. Предмет жестокости, бездушия. Пикой было пробито ребро только что умершего Иисуса. Так палачи проверяли факт смерти. Керви. Губка, на которой подали уксус жаждущему воды Иисусу, была выполнена в форме сердца. Бесы радуются, когда христиане, последователи Иисуса, доверившие Спасителю Жизни, праздно проводят время, развлекаются с помощью сатанинских ритуалов, попирая христианские символы. Почему православные люди, собираясь, свободными вечерами, режутся в безобидного, с их точки зрения, дурака? Само название «дурак» идет вразрез со словами Иисуса. Всякий, кто назовет брата, сестру, дураком, подлежит суду. Можно, сто раз, оправдываться, что это только игра. Слово Божье сказано. И оно, имеет, силу. Ты назвал соседа, пагубным словом. И ответишь, за это, в судный, день. Гадателем. Закрыт вход, в Царство Господне. И не имеет значения, серьезно или шутя вы раскладываете эти бесовские штучки. Результат 1 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok